Эрдоган, Алиев ведут себя максимально нагло. Эрдоган, который по своему происхождению не является турком, он является выходцем из Грузии, он прямо говорит о том, что армяне должны уйти со своих исторических земель. У меня возникает вопрос. Я почему-то не вижу от армянских политиков реакции. Почему вы ему не говорите прямо в лицо? Ты кто такой? Вот я, например, я Саркист Цатурян, я являюсь шаумяновским армянином, я карабахский армянин. Вот я имею полное право сейчас требовать от вооруженных сил Азербайджана покинуть Шаумяновский район, который является нашей исконной землей. Я как армянин Саркист Цатурян лично требую от вооруженных сил Турции покинуть Нахичевань, покинуть Западную Армению. Мы обязаны ставить такие вопросы. Мы не должны позволить кому бы то ни было, будь то Алиеву, будь то Эрдогану, разговаривать с нами в таком тоне. Мы должны ценить себя и наш народ. Кровь, которую проливает армянский солдат, она священна. Она стоит выше геополитики, шкурных интересов. Она вообще неосезаема, она нематериальна, она вечна. Поэтому пусть задумываются. Мы не должны торговать жизнями наших солдат. Мы не имеем никакого морального права. Как мы потом будем смотреть в глаза матерей? Это аморально. Я против этого. Поэтому начинаем процесс признания Республики Арцах, а потом дальше разговариваем с остальными. В чем проблема? Я вот анализирую, как у других народов. Вот у арабов, например. 20 государств есть арабских в мире. У них есть целая Лига арабских государств. Лига арабских государств. У греков есть два международно признанных государства. В чем проблема, чтобы у армян тоже было два международно признанных государства? Но от чего мы стесняемся? Кто такой Эрдоган, чтобы нам что-либо навязывать? Нам указывать? Кто такой Алиев? Вот кто он такой? Самое главное, с чего я хотел бы начать, это открытие. Впрочем, открытие не только для армян, потому что мы примерно понимаем, что из себя представляют турки и азербайджанцы, но открытие для всего мира. Режим Эрдогана и режим Алиева – это бумажные тигры. Почему? Потому что Эрдоган с 2011 года влез в Сирию, влезал в Ирак многократно, устраивал огромные проблемы европейцам в Восточном Средиземноморье, до сих пор создает проблемы, например, на Кипрском море. И он нигде абсолютно… Да, совершенно точно. И он нигде не получал никакого отпора. Вот везде он нахрапом брал все, что хочет. Но вот в истории с армянами не повезло, не получилось им. И Алиев требует от своих военных продвижения вперед. Военные толкают ребят в мясорубку. Товарищ с фронта, с первой линии сообщил, что очень часто происходят у них заминки с сбором трупов раненых, то есть они почему-то запаздывают или не хотят, или что там происходит, непонятно. То есть наши разрешают, а те почему-то не собирают. Ну вот когда эти ребята, их же повезут хоронить, братьянские матери, они это увидят, то горе, которое им устроил режим. И я очень надеюсь на то, что они начнут задавать вопросы прямо. А ради чего ты отправил наших сыновей умирать в мясорубку с армянами? Это, на мой взгляд, состоит в том, чтобы рассказать геополитическую подоплеку, почему такой маниакальной жестокостью Алиев, не жалея своих, отправляет их на фронт. И не только их, потому что мы знаем сейчас про международных наемников из разных стран. Это уже не секрет, про это даже говорит служба внешней разведки. Я уж не говорю про западные источники, источники на востоке, которые, например, со мной связывались, говорили о том, как это происходит, каким образом происходит вербовка, через какие пункты. Все это мы в информационном агентстве «Реалист» отобразили. Задача стратегическая, к ней кураторы Эрдогана, главным образом из Лондона, готовились последние десятилетия. Почему именно сейчас они натравили Эрдогана на Алиева, а Алиев натравил свою армию на армян? Почему это сейчас происходит? Потому что под влиянием кризиса экономической системы, под влиянием ковидов, кучи факторов, которые способствуют ослаблению англо-американцев сейчас в международных делах, они поняли, что либо сейчас, в условиях хаоса, который творится в Вашингтоне, в условиях проблем, которые настигли Европу, то есть либо сейчас мы нахрапом создаем, прорубаем коридор от Каспия на Нахичевань и тем самым создаем предпосылки для расчленения Ирана, либо никогда, потому что по подсчетам экономистов, с которыми я общался, я просто пока не могу назвать их имя, потому что это была такая куларная беседа. Вот по закрытым подсчетам где-то через 5-7 лет влияние, например, той же Великобритании на Турцию и международные дела будет резко сокращено в силу объективных причин. Кадровые, экономические и так далее. Мы не будем сейчас вдаваться в подробности. Факт в том, что сейчас через войну с двумя армянскими государствами создается предпосылка для грядущего расчленения Ирана. И я по своей профессии как журналист-международник, я ежедневно мониторю международную прессу, и я сейчас уже нахожу много косвенных подтверждений, косвенных намеков, которые, очевидно, связаны с иранским правящим классом, который на разных площадках намекает, а в некотором смысле и говорит прямо. Иранцы рассматривают турецкую армию, которая сейчас находится в Нахичеване, в нарушении всех норм, в частности, Каррского договора, потому что Нахичеване должна быть нейтральной по всем соглашениям. Я просто удивляюсь, почему из Москвы об этом никто не говорит, что турки это нарушают. Так вот, иранцы понимают, что Турция нарушает условия Каррского договора. Более того, от той точки, где в Нахичеване находится турецкая армия, до иранского Тебриза 150 километров. Это не так далеко. Иранцы прекрасно понимают и недвусмысленно намекают туркам. Если вы нарушите границу Армении и вторгнетесь на ее территорию, вы столкнетесь уже с нами. И мы заплатим любую цену, но это вопрос нашего выживания. Мы готовы на все. Очевидно. Разумеется, для Ирана это далеко не желательный сценарий, потому что это создаст предпосылки для определенных международных кругов. раскачивать Иран, в частности, обширную общину на севере Ирана, натравливать ее на персов и таким образом создавать предпосылки для гражданской войны уже на территории Ирана. Поэтому в нынешней ситуации Россия не просто должна, Россия обязана определиться, кем она, играет ли Россия сейчас в единой комбинации с турками либо другими группами на расчленение Ирана, либо Россия верна своему союзническому долгу и Россия не играет на расчленение Ирана. Этот вопрос уже пора ставить ребром. Пусть выскажутся прямо. если вы вместе с Ираном, значит вы вместе с армянами должны ответить на неоосманский вызов. Если вы не с армянами и с Ираном, тогда заявите об этом открыто. Потому что я уже вижу, что Европа ситуацию просчитала довольно прямо открыто в Европарламенте. Ребята уже заявляют о том, что они лично пока на своем персональном уровне признают независимость Арцаха. Они понимают, что это все единая игра. Европа объективно в ближайшие 5-7 лет будет становиться все более и более самостоятельной от англоамериканцев. А это значит, что она будет сама без оглядки на Лондон и Вашингтон строить отношения и с Ираном, и с Китаем, и с Россией. То есть мы стоим на пороге совершенно новой эры. Но именно нас, армян, вот вогнали в эту мясорубку. Вашингтон. Субтитры создавал DimaTorzok